Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вопросы онкологических заболеваний, они всегда стояли очень острые, ибо это страшное заболевание. Но то, что происходит в последние годы у нас в стране, это не поддается вообще никакому описанию. Я считаю, что это достойно отдельного ролика. Я уже снимал об этом, но мне кажется, об этом нужно трубить на каждом углу. Онкологии все больше, заболевают люди разных абсолютно возрастов онкологиями. И непонятно, откуда она берется, эта онкология. Раньше ее не было в таком количестве. Кто-то говорит, раньше не отдиагностировали так. Сейчас больше, так сказать, действительно выявляют. Но, как мне кажется, все-таки и от онкологии умирали меньше. Тут диагностировать нечего. И вот в тему статья россиянка увязала появившуюся у нее онкологию с употреблением пальмового масла. Я уже сегодня снимал видео и говорил о том, что, вы знаете, это такие видео, которые никому не интересны. Это самое поразительное. То есть мы готовы тысячами смотреть какие-то совершенно непонятные видео. Но не то, что непонятно. Есть группы тем, которые действительно крайне актуальны и так далее. Но никому, например, не интересно особо... Посмотрите, сколько посмотрит этот ролик людей об онкологиях. Из-за продуктов, качества продуктов питания в сетевых магазинах. Не осталось магазинов, вот, рыночков с местными продуктами питания. Я имею в виду, в каждом регионе, в каждом городе есть люди выращивают нормальные продукты питания. А не сетевые. Что мы там покупаем? Что написано на этикетке? Мы вообще не знаем. И мы это едим. В итоге, как я уже говорил, девочке к 17-18 годам целый букет гинекологических заболеваний. Целый букет у людей онкологических заболеваний и так далее, и так далее, и так далее. И еще раз говорю, вот это особо нашим людям не интересно. У нас нет, вы понимаете, ценности собственной жизни. Отношения к жизни собственной. Как, собственно, равно и к жизни ближнего, ближнего нашего, да, нашего ближнего человека. Как к высшей ценности. Для нас более насущны. И это, кстати говоря, не наша вина. Нам выжить нужно. Выжить просто. Поэтому для нас более насущны проблемы заработка, работы. Для женщин дети, муж приготовить, поесть. Не до этого. Не до этого. Чтобы сидеть и обсуждать. Вот когда клюнет петок в задницу и онкология, не дай бог, появится в семье, тогда это становится первостепенным. Сейчас ее все больше. Понимаете? Кругом все заболевают онкологией. И это крайне страшно. Россиянка Наталья Каребина создала петицию, требующую запрета реализации в стране продуктов, содержащих пальмовое масло. Я знаю, что об этом есть на ютюбе люди, которые снимают прям конкретно об этом целые серии роликов. Но я хочу присоединиться и хочу, чтобы мы с вами об этом говорили, знали и понимали. Вы скажете, чего от этого изменится? Ну, хотя бы, как говорят, понимание и осознание проблем, это половина ее решений. Значит, по ее словам, именно этот ингредиент, пальмовое масло, стал причиной появления у нее онкологического заболевания лимфомы. Мы не всегда задумываемся, говорит она, что на самом деле употребляем в пищу. Ну, ведь действительно, мы идем в магазин, мы покупаем что-то покушать, мы приходим, готовим, кушаем и все. Но мы даже не задумываемся, что там. Ну, сейчас многие уже задумываются, на самом деле, приходя в сетевые магазины и пишут в комментариях, действительно, что читают состав и так далее. Но можно же просто не написать. У нас все сейчас просто, вот понимаете, дико построено на том, чтобы сэкономить и больше срубить бабла, денег. Вот и все. Не на том, чтобы дать качество, там еще что-то, европейский стандарт. В Германии, возьмите, вот это страна качества, да, реально. Что угодно, машины, там, пиво, ты бы укренил, коль вредит в здоровье, все что угодно. Все качественное, дороги, там. Почему? Потому что есть определенная специфика. Ну, не только, конечно, нельзя говорить, что это власть, еще что-то. Это еще и в головах самих жителей, да, это тоже не надо забывать. Это сами люди такие. Поэтому вопрос в том, что у нас нет этого, культуры. У нас, значит, впихнуть непонятно что, положить на прилавку красивой упаковки, купят, пусть жрут. Главное заработать. Вот в чем дело. И это проблема большая. Потому что мы же это кушаем. Значит, покупаем в магазинах, продолжает говорить Наталья Карепина, покупаем в магазинах молочные продукты и даже не читаем, что написано на этикетке. А ведь там могут быть опасные для здоровья вещи. Цитирует Наталья YouTube-канал LifeDoc. По словам Карепина, об онкологии она узнала совершенно случайно. После многочисленных походов по врачам, Наталья пришла к выводу, что именно употребление продуктов с содержанием пальмового масла стало главной причиной ее заболевания. Переработанное пальмовое масло производители используют в продуктах первой необходимости. В сырах, молочной продукции, кондитерских изделиях и даже в хлебе. Карепина считает, что в России существует целая индустрия, занимающаяся производством суррогатов. Перекупщики признаются, что все больше производителей продуктов питания переходит на такое сырье. Причем как крупные заводы, так и небольшие мануфактуры. И бывшие фермерские хозяйства. Причиной тому, в том числе, является отсутствие на российском рынке нормативов, ограничивающих использование пальмового масла. Попробуйте внести, вот если на законодательном уровне, внести какой-то регламент, нормативы какие-то, ограничивающие использование пальмового масла. Не дадут, знаете почему? Лобби будет. Будет серьезное лобби по пальмовому маслу. Почему? Люди зарабатывают деньги. Люди зарабатывают деньги. И порой люди, которые имеют очень высокие связи. Или платящие огромные деньги. Выплачивающие за то, чтобы использовать это. И вы понимаете, качество продуктов питания, качество алкоголя, качество сигарет. Еще раз скажу, алкоголь в Украине вредит здоровью. У нас, мне кажется, это должно быть темой номер один всех звериных ток-шоу. Я имею в виду, что Малахов, Скобеева должны вот об этом говорить с утра до вечера. Не об Украине, не о Ефремове, не о там, на городе Карабахе. Не о Америке, а о качестве продуктов питания, которые кушаем мы, граждане этой страны, граждане России. Потому что если сейчас не начать этого делать, это все придет к страшным совершенно последствиям. Потому что еще раз говорю, вот правительство, значит, пессимистический прогноз выпустило, что 2024 году убыль населения на миллион 200 тысяч за 4 года, на миллион 200 тысяч. Песков говорит, официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента, говорит о том, что, значит, у нас мало женщин, желающих рожать. Я снял видео на эту тему, можете посмотреть. Я считаю, что много женщин, которые не могут родить по состоянию здоровья, потому что из-за этих продуктов питания к 18 годам у девочек целый букет негологических заболеваний, уже одного ребенка выносить, это считается все, она героиня. А она не виновата, но она кушает это. То, что у нас происходит с организмом вследствие потребления продуктов питания, это страшно на самом деле. И сейчас вопрос, я считаю, качества продуктов питания, еще раз скажу, он должен стоять на первом месте. И мы об этом должны с экранов телевизора слушать постоянно. Об этом никто не говорит, вы понимаете? Самое страшное, потому что мы пришли в магазин, купили, пришли, поели, все. А что мы поели, неизвестно. И самое страшное, что онкология, это вот она так и появляется. И вы знаете, насколько сложно излечиться от этого заболевания, насколько оно в тяжелой форме протекает. Давайте говорить об этом, давайте об этом, я не знаю, писать. Пишите, пожалуйста, комментарии, делайте репост, что ли, этого ролика. Я впервые-то говорю, но я думаю, что стоит об этом говорить. Кому интересно, конечно. Подписывайтесь на мой основной канал, ребят. Напишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Наверняка женщин очень много, которые ходят по магазинам и отмечают качество продуктов питания. Может быть, при приготовлении пищи вы замечаете какие-то изменения, еще что-то. Может быть, кто-то тоже переболел онкологией, чувствует или догадывается, или есть доказательства, что это именно от продуктов питания. Пишите, пожалуйста. Подписывайтесь на канал Саморазвития Будда Гришна Лайф. Скоро будет много интересного. На мой инстаграм, добро пожаловать. И в мой инстаграм, значит, берегите себя. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok